МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ КОМУ ЭТО НУЖНО? Ну вот действительно, кому это нужно? Потому возвращаемся к острому конфликту, который разгорелся в юго-восточной части Подмосковья. Экологическая катастрофа может разразиться в регионе, если мега-свинарник всё-таки будет возведён. В серебряно-пруцком районе. В эфире «Молния» и я, Алексей Казанников. Тайцы ему отрубить! Для начала напомню фабулу. На юго-востоке Московской области вот-вот стартует строительство крупнейшего свиноводческого комплекса. Сразу на 180 тысяч голов. Ведёт его тайская фирма «Чероэн Покланфудс». Звучит вроде неплохо. Громадное предприятие, тысячи новых рабочих мест, налоги в областную казну. Опять же, натуральная пища практически от отечественного производителя, пускай и под тайской маркой. Но местные жители, а их десятки тысяч, встревожены не на шутку. Строительство грозит гибелью флоры и фауны, экологически чистого района серебряные пруды. И вполне обосновано. Но об этом чуть позже. А пока напомню, проект ещё только проходит госэкспертизу. То есть, внимание, разрешений на строительство нет. При этом жители Серебряно-Пруцкого района не раз видели рабочих, технику, фиксировали всё это на мобильный телефон. Даже вызывали полицию. Работы не прекращались. В эфире «Молния» от 2 ноября на прямой связи со студией был Александр Пушкарёв, заместитель главы администрации Серебряно-Пруцкого района. Несколько раз ему задавался один и тот же вопрос. Почему ведётся стройка, если нет разрешений? Та стройка, которую мы уже тогда видели на записях местных жителей. Давайте посмотрим этот фрагмент прямо сейчас. Я могу сказать, строительство не ведётся, нет разрешения на строительство. А то, что там что-то на собственной земле, части подготовки, эта земля частная, там есть, так сказать, инвесторы. Тех хозяев, которые работают на земле, ведут работы, но разрешения на строительство, строительство комплекса нет. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, а получается это ваша территория и без разрешения кто-то ведёт работы? Нет такого, нет. Во-первых, мы разрешения на строительство не даём, это даёт правительство Московской области по полномочиям за нашим... Мы не даём разрешения на строительство. И не давали, потому что у нас нет полномочий на это. И тем не менее, вот ситуация, что, как вы сказали, кто-то частный ведёт строительство. Нет строительства. Могу сказать, что строительство не ведётся. Я могу сказать, строительство не ведётся, нет разрешения на строительство. Ну вот это был официальный комментарий заместителя главы администрации Серебряно-Прусского района. И сейчас расскажу вам, почему это оказалось неправдой. То есть видеозаписи местных жителей для заместителя главы, конечно же, не доказательство. Но в распоряжение нашей редакции поступил документ. Официальный ответ Министерства природопользования и экологии Московской области. Вот он перед вами. Ну и сразу, собственно, к делу. При осмотре территории установлено, что к земельному участку проложена временная подъездная дорога. В границах участка ведется размещение временного строительства городка из модулей контейнерного типа. Причем указанные работы осуществляются на основании ордера на земляные работы, выданного администрацией городского округа. Серебряные пруды. Вот так вот, бинго. И это еще не все. В границах участка проводились работы по бурению скважины на воду. Это как раз то, что мы и видели на кадрах, снятых обеспокоенными жителями. Ну что ж, вот такая получается история. Что скрывает Александр Пушкарев? О чем он недоговаривает? Да что там недоговаривает? Нагло врет в прямом эфире. И ладно мне, но замглавы пытаются сделать идиотами жителей Серебряно-Прутского района. Они, кстати, теперь потеряли всякое желание общаться с Пушкаревым. Вопросы про свиноферму задают только главе района, Олегу Павлихину. Хотя добиться этой встречи было непросто. Непосредственный начальник Пушкарева признал, строительство идет полным ходом. В деталях расскажет мой коллега Никита Прокшин, который побывал на историческом приеме у главы вместе с местными жителями. Ситуация в Серебряно-Прутском районе Московской области доверена. Долгожданная встреча местных жителей с главой городского округа Олегом Павлихиным наконец-то состоялась. Повестка дня – строительство крупнейшего в области на 180 тысяч голов свиноводческого комплекса. Ситуация неоднозначная. С одной стороны, новый комплекс – это рабочие места и дополнительные налоги в областной бюджет. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Строительство ведется неподалеку от реки Мордвес, которая впадает в реку Осетр. Жители обеспокоены, что основной источник пресной воды подмосковного района может быть отравлен отходами производства. И переживания здесь неудивительные. В соседнем Луховицком районе запуск подобной свинофермы чуть не привел к экологической катастрофе. Тонны зломонных отходов попали в ближайшие водоемы и на окрестные поля. Всем известно об аварии в Луховицком районе. Был слифоходов в водоемы. В ответе, который я получил за вашей подписью, указано, что у инвестора здесь примерно 5000 гектаров земельных участков. 540? Да, скуплено. Но, несмотря на это, сценарий собираются строить. Именно между Осетром и Мордвесом. Почему выбрано именно это место? Максим Сергеевич, я могу ответить, я думаю, что в любом другом месте просто этот проект не прошел. По близости к населенным пунктам он не прошел. Олег Викторович, давайте тогда вопрос переформулирую. А вы пытались инвесторам говорить на эту тему, чтобы он разместил свиналик в другом месте, а не прямо около Ребр? Или такого диалога у вас с ним не было? Максим Сергеевич, зоны не позволяют. Я же тоже, ну, зоны не позволяют. Но вы это проверяли? Да. Вот здесь район. Весь район. Даже у нас есть, я смотрю, детей. Это четко одно место у нас. Погодите, погодите, но район большой, земельных участков много. Ну, господи, но нет у нас больше земли. Если у вас нет земли, зачем строить такой район? Да. Прямо у реки? Если нет земли, она еле здесь нет. Аварии уже выйдет? Ну, вы понимаете, инвестор приобрел земельный участок. Чароэн Пок Панфудс. Именно эта фирма выступает в роли инвестора. Штаб-квартира компании расположена в Бангкоке, столице Таиланда. Предыдущий глава района продал иностранным бизнесменам столь важные для местных земли. Теперь сотни гектар принадлежат тайцам. Они здесь хозяева. Даже подход к реке на этой территории закрыт для жителей. Все сводится к одному. Это частная собственность. Людям лишь остается просить главу как-то решить проблему. Сквозь слезы и унижения. Просить о том, на что они имеют законное право. Олег Викторович, а вот как лично вы готовы нам помогать? На самом деле, ну почему мы, вот женщины, должны сражаться, ну действительно сражаться за свою землю? У нас так же дети, так же бабушки. Ну почему мы должны сражаться? Я лично. Действительно, мы посмотрели как-то. Получается, наша деревня и в окружении все скуплено тайцами. Ну почему, действительно, наши деды, братья, пароли знают приемы, а теперь мы боремся, теперь действительно, чтобы не построили и не загадили. На вопрос местных жителей о статусе строительства свинофермы глава разводит руками. Земля частная, в итоге власть бессильна. Олег Павлихин лишь пообещал запросить информацию о возможности возведения объекта на другом участке. Он намерен взять доказательства у инвесторов, что свиноферма соответствует всем нормам. Проект суперсовременный и государственные экспертизы будут с легкостью пройдены. Знакомые для местных формулировки. Однако факт аварии на свиноферме в Луховицком районе остается фактом. Если проект суперсовременный отвечает всем требованиям, только с условием прошествия всех возможных экспертиз, ну я буду за это. Олег Павлихин, погоди. Несмотря на заявление главы, что будущая свиноферма для начала должна пройти процесс разрешительных стадий, пройти государственную экспертизу, строительство уже идет. На встречи местных жителей с Олегом Павлихиным к однозначному выводу так и не пришли. Проблема висит домокловым мечом над жителями, а инвесторы идут по своему намеченному плану. Мы находимся в полутора километрах от деревни Титеева, рядом с которой собираются строить свинарник. Мы на этой площадке уже были не один раз. Вот здесь стоит буровая машина. Мы вызывали с утра сюда сотрудников полиции. Приезжал участковый из Узунова, мы его сюда на своей машине привезли. И он в нашем присутствии, под видеозапись, брал показания вот у этих работников, которые признавались, что они бурят и бурят на воду. Рабочие на местах. Они не стесняются камеры. Отчего стесняться? У них заказ. Они работают. От комментариев откасались, послав журналистов к руководству. Бурили. Что бурили? Смотрели, что там. А что там? На что бурили? Все вопросы начальству. Кто может разрешить ситуацию, которая накаляется с каждым днем? Администрация, несмотря на ответ Министерства экологии и природопользования Московской области, выдала разрешение на работы. И теперь делает вид, что ничего не происходит. От главы Серебряно-Прусского района Олега Павлихина ни одного внятного ответа жители не получили. Его зам вообще находится в своем мире. На связи в прямой со студией местная жительница Юлия Левинская. Здравствуйте, Юлия. Но в первую очередь хочу узнать ваши впечатления от общения с главой. Вы довольны? Здравствуйте, Алексей. Ну, конечно, мы недовольны. Возможно, вы уже видели отклик данной встречи на нашей страничке. Мы выложили там даже короткое видео о нашей встрече. Встреча была абсолютно бессмысленная, бестолковая. Мы не смогли получить ответа ни на один из своих заданных вопросов. На самом деле, Юлия, мы сделали четырехминутный репортаж даже из этой встречи. То есть видели во всех подробностях. Но вот хочу узнать, как вы вообще реагируете на вот такие слова главы, что это земля инвестора и он ничего не может сделать? В каком-то смысле мы уже привыкли к этим словам. Мы это слушаем в течение нескольких месяцев. Но, естественно, нас это очень сильно возмущает. Все-таки глава района должен быть в курсе происходящего на его земле, независимо от того, кому она принадлежит. Но при этом, Юлия, он ведь дал вам какие-то обещания. Вы вообще им верите? Вот, например, пообещал, что у инвестора запросит документацию по факту, что именно на этой территории необходимо строить свиноферму. Затем инициирует проверку, что действительно будет соответствовать всем нормам работа вот этой свинофермы. Вообще верите в такие обещания? Ну, то, что будет соответствовать всем нормам, мы, конечно же, не верим, поскольку данный инвестор уже много достаточно комплексов в нашей стране построил. И во всех абсолютно комплексах существующих бесконечное количество нарушений. Их штрафуют. Но штрафы мизерные по сравнению с прибылью. Поэтому для инвестора это безразлично абсолютно. Поэтому, конечно, мы не верим ни в какое безопасное свиноводство. Тем более в таком количестве это просто невозможно. Юлия, скажите, пожалуйста, а чего все-таки больше всего волнуются жители? Из-за чего переживают? То есть из-за гибели экологии? Или чего боитесь? Ну, конечно, мы очень боимся, что это повлияет. Мы не боимся, мы уверены, что это так и будет. Поскольку примеры других свинокомплексов об этом говорят, что это очень повлияет на экологию. И, как следствие, на всех нас здесь просто будет невозможно жить. Будет стоять невыносимый запах, будет отравлена вода в колодцах. Нам просто придется бросить свои дома и бежать куда-то непонятно. Какие действия инициативная группа собирается предпринимать в ближайшее время? Ну, мы, наверное, сейчас не будем раскрывать все свои планы, но продолжим точно так же стучаться в различные инстанции на всех уровнях. Мы многоходим и на региональный, и на федеральный уровень, с разными чиновниками встречаемся, разговариваем, приносим бумаги с доказательством того, что происходит в других местах. Будем пытаться идти законным путем. Нам больше ничего не остается. Нарушать закон мы не можем. Понятно. Спасибо большое, Юлия. Я очень надеюсь, что наша передача, в свою очередь, тоже сможет вам помочь. На прямой связи со студией была жительница Серебряно-Пруцкого района Юлия Левинская. Ну, в общем, про угрозы экологии и здоровью местных жителей власти предпочитают замалчивать. А этот вопрос, решение которого, ну, просто не терпит отлагать. Давайте посмотрим на карту. Итак, вот оно, будущее место строительства. Это Серебряно-Пруцкий район. Вот здесь он огромный, на самом деле, 180 километров от Москвы, но здесь, в Серебряно-Пруцком районе, находятся 82 населенных пункта. Это больше 25 тысяч жителей, которые как раз теперь и бьют тревогу. Ведь стройка запланирована на речке Мордвес, которая впадает в реку Осетр. Вот она. И они видны, эти речки, на этой карте. Это основные, так скажем, водные артерии подмосковного района, которые, как считают местные жители, могут в самом скором времени быть отравлены отходами. Но и это еще не все. Взгляните вот на эту карту. Она попала в нашу редакцию от тех самых рабочих, что в репортаже отсылали съемочную группу с вопросами к администрации. Вот этот прямоугольник, вот этот квадратик на схеме, так называемые лагуны, это места для отстойника жидких фракций. Иными словами, туалета свиней, которые в будущем поселятся в Серебряно-Пруцком районе. В этих резервуарах будет скапливаться навоз. По нормам он должен отстаиваться год и уже потом идти на удобрение. Так вот, обратите внимание, находятся эти лагуны аккурат в устье рек Мордвес и Осетр. Вот здесь. То есть это чуть что. Затяжные дожди, половодие, прорыв трубы и все не самые полезные фракции окажутся, сами понимаете, где. И это еще не все. Обратите внимание вот на эту линию. Так схематично изображена труба из так называемого маточника, которая ведет как раз в лагуны. По ней все фракции будут поступать в резервуары. А идет она, обратите внимание, ровно над речкой Мордвес. Что говорит само за себя. Давайте обсудим эту ситуацию с Калманом Цейтиным, экологом, заведующим отделом комиссии по чрезвычайным аварийным ситуациям администрации Московской области. Калман Фаевич, здравствуйте. Но главное, хочу спросить, из вашего опыта, вот свиноводческий комплекс сразу на 180 тысяч голов и ближе двух километров к жилым домам. Это в принципе опасно для экологии, для людей? Вы знаете, свиноводческий комплекс... Добрый день. Синоводческий комплекс, который запланирован строительством в соответствии с реализацией инвестиционного проекта, подписанное постановлением правительства Московской области в 2011 году, конечно, это большое подспорье для... Ну, учитывая, что это инвестиционный проект, и это делается для людей, пробка мяса свинины, ну и так далее. Но, учитывая опыт строительства свиноводческих комплексов соседней Муховицкой в районе тайской компании, можно сделать вывод о том, что не до конца проработан проект, и на этом комплексе уже произошло две аварии. Одна из них крупнейшая в 2016 году, которая поставила под сомнение. Но это авария, по сути дела, катастрофа для жителей этого населенного пункта. А что случилось? В чем катастрофа? А там произошла катастрофа. заключается в том, что насос, который качает навоз в соответствующий сосуд, вышел из строя. И навозная жижа пошла вниз и затопила поля там, несколько гектаров, и пруд, который там находится. В этом пруду купались люди, ловили рыбу. Сейчас это непригодное состояние, зловонное состояние и пруда. Это как раз на самом деле то, что я демонстрировал на карте до этого, чего и боятся жители Серебряно-Пруцкого района. Калман Фаевич, возвращаемся к вам. Расскажите, пожалуйста, жители больше всего беспокоят, что именно отходы производства попадут в две речки Мордвес и Осетра. Они главные артерии района, по сути. Чем это может быть чревато для экологии, для жизни людей? Это может грозить экологической катастрофой. Река Сестра, она падает в Окуповую. Это большая река. Вообще, упадание навоза жижи, который содержит вредные вещества, особенно аммиак, грозит гибелью для всего живого, особенно в воде. Поэтому необходимо при строительстве пользоваться нормативно-правой базы и особенно учитывать методические рекомендации, которые используются при проектировании свиноводческих ферм и комплексов. Калман Фаилович, на ваш взгляд, все-таки опасения людей, они обоснованы? Они обоснованы, потому что они видят, что произошло в соседнем районе, в Лаховецком. И поэтому, действительно, опасения есть. Поэтому должен быть... Но есть определенное правило строительное, где запрещается строить такого вида комплекса. Я просто несколько назову. Их нельзя строить на территории бывших скотомогильников, кладбищ, очистных сооружений, новозахранилищ, сонутилизация, промышленных отходов. Их нельзя размещать ближе 500 метров от воды. Ну вот не исключено, что вот эта норма как раз выдержана. И тем не менее, люди обоснованно совершенно волнуются. Калун Фаевич, спасибо вам огромное. На прямой связи со студией был Калман Цейтин, эколог и заведующий отделом комиссии по чрезвычайным аварийным ситуациям администрации Московской области. Но не могу не упомянуть все-таки еще один момент, прозвучавший на встрече с главой Серебряно-Пруцкого района. Олег Павлихин не раз разводил перед жителями руками с фразой «эта земля инвестора, мол, сделать ничего не может». На территории командует инвестор, то есть собственник будущей свинофермы. Давайте посмотрим на еще одну карту. Желтым цветом вот здесь отмечена земля, купленная застройщиком Чироин Поклон Фудс. Вот это огромная на самом деле территория, которая, судя по карте, прошу сейчас вашего внимания, просто взяла в кольцо некоторые населенные пункты Серебряно-Пруцкого района. Вот, к примеру, деревня Титеева, небольшой оазис среди большого тайского бизнеса. Причем, если глава администрации сейчас бессилен перед иностранными инвесторами, то вряд ли сможет воспрепятствовать, если гости из Юго-Восточной Азии решат перепрофилироваться и вместо, к примеру, свинарника, вздумают возвести полигон ТБО или мусороперерабатывающий завод или вообще за хранением радиоактивных отходов решат заняться. Сделку о купле продажи, кстати, оформлял не сам Павлихин, а его предшественник Александр Таскин. Он-то и связал нынешнему главе руки. Впрочем, строительство свиноводческого комплекса еще не началось. Еще можно развязать и руки, ну и вообще все, что угодно. Обсудим это с депутатом Государственной Думы Андреем Свинцовым. Он выходит на прямую связь с нашей студией. Андрей Николаевич, здравствуйте. Ну, такая ситуация складывается. Люди боятся строительства огромного свинарника, но при этом глава администрации просто разводит руками. Говорит, что территория уже куплена инвесторами и теперь он просто ничего не может сделать. А инвесторы могут делать на этой территории что хотят. Но вот как в этой ситуации быть? И можно ли как-то задним числом проверить сделку купли-продажи? Ну, вы знаете, действительно, ситуация в Московской области сейчас сложилась таким образом, что местные власти, именно главы сельских поселений, городских округов, они полностью лишены полномочий. Все разрешения на строительство выдаются у губернаторов правительственной Московской области. Все крупные сделки тоже фиксируются у губернатора. То есть, вся продажа имущества крупного, крупных размеров, там, несколько десятков или даже тысяч гектаров. Все это фиксируется, регистрируется у губернатора Московской области, поэтому все полномочия там. И если действительно иностранные инвесторы зашли в Московскую область, то они могли там получить и землю, и в аренду, и в собственность, и могли там получить разрешение на строительство, и местный глава, он даже может ничего и не знать. И действительно, он ни на что не влияет. Но есть федеральный закон, который запрещает иностранцам владеть землей Российской Федерации. Поэтому здесь мы должны действительно проверить законы сделки. То есть, действительно, это иностранные инвесторы, и на каком праве они владеют этой землей. И второе, то, что мы сейчас за это время провели несколько встреч с нашими депутатами и Московской области, и районов, и выяснили, что в других районах, в частности, в Луховицком, это недалеко, кстати, от вашего района, о котором сейчас идет речь. Там тоже был построен свинокомплекс, тоже там присутствуют иностранные инвесторы, и там, к сожалению, экологическая ситуация не очень хорошая. Там они отходы от этой фермы выбрасывают на поля, земля становится непригодна для сельхозпроизводства. Сейчас мы тоже туда направляем свою проверку, депутатский запрос отправили. Я надеюсь, что мы прекратим действия вот такой хамской этих инвесторов. Я не знаю, одни и те же это инвесторы или какие-то другие, но тоже речь идет об азиатских странах. Андрей Николаевич, ну действительно, наверное, надо проверять, потому что как раз в Серебряно-Пруцском районе там действует та же компания, вы правы, что и в Луховицком, это тайская компания, но не только. Часть вот земли, вот этой собственности находится одной компании, часть в другой и часть даже у третьей. Все они иностранные, то есть вот таким образом они, видимо, пытаются обойти вот этот федеральный закон. Ну, что мы можем сделать? Запрос куда можно отправить? Потому что, насколько я знаю, вы уже в Робьеву отправляли запрос еще в предыдущем нашем выпуске и пока ответа нет. Да, до сих пор ответа нет. Мы сейчас обратимся в Генеральную прокуратуру, потому что именно прокуратура надзирает над законностью сделок с вот как раз такими приобретениями иностранными компаниями. Если выяснится, что собственники это иностранцы, они должны будут эту землю вернуть. Ну, в крайнем случае, должны будут ее арендовать. Закон разрешает арендовать эту землю. Но я не думаю, что они на арендованной земле будут тратить миллионы долларов на строительство этой фермы. Ну, и, безусловно, там, где эти фермы уже построены в частности, в Луховицком районе, мы добьемся, чтобы они сделали весь комплекс очистных сооружений, чтобы они не портили, не уничтожали нашу землю. Уточните, законность сделки, оформленной задним числом, можно проверить, да? Ну, что значит сделка задним числом? У нас все сделки регистрируются в Росреестре, и их задним числом зарегистрировать невозможно. То есть, скорее всего, просто была куплена земля давным-давно на какое-то ООО, ООО зарегистрировано в России, а потом потихонечку поменяли акционеров в этом обществе, собственников, так сказать, уставной капитал заменили там одно на другое, может быть, какие-то не очень честные были сделки. Это все можно проверить, и это можно проверить и сегодня, и в любой момент времени, если подтвердится, что там собственники иностранцы, эта сделка будет признана ничтожной. Да, давайте уж проверять, Андрей Николаевич, потому что ситуация накаляется буквально с каждым днем. Спасибо большое. На прямой связи со студией был депутат Государственной Думы Андрей Свинцов. Ну, в завершение хочу отметить и обратить ваше внимание. Фирма «Чероин Покландфудс» уже давно и печально известна в России. Самые крупные предприятия расположены в Правдинском районе Калининградской области и в Адском районе Нижегородской. Там регулярно фиксируются нарушения при эксплуатации. В Халужской области ситуация в точности такая же. Экологии этих районов наносится непоправимый ущерб. Люди не первый год бьются за свое право дышать чистым воздухом и пить чистую воду. Но пока борьба не приносит никакого результата. С другой стороны, в Серебряно-Прусский район Подмосковья тайцы пришли не случайно. Возводить гигантский свиноводческий комплекс изначально планировали в соседнем Зарайском районе. Но протесты местных жителей заставили застройщиков передумать. Не повезло теперь другому району. Надеюсь, этот эфир сможет как-то повлиять на ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok Резонансные события, конфликты, судьбы людей. Напомню, мы не просто создаем информационную повестку, мы ее меняем. Это была «Молния». Я Алексей Казанников. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова